Привет, бойцы! Сегодня мы расскажем, как с максимальной эффективностью получить призовую технику в военной игре «Стратег». «Стратег» представляет собой настольную игру. Вот фигурки, вот игровое поле с противниками, а в конце — уникальные машины в качестве награды. Чтобы добраться к заветной цели, нужно лишь пройти через поле. Но перед этим необходимо собрать фигурки из компонентов. Ну, надо ведь чем-то играть. Поэтому в первую очередь стоит заняться добычей компонентов. Сделать это можно просто, играя в «Бартандер». За каждые 10 минут в бою вы получаете ящик с компонентами и листок разведданных. А если вы ещё и заняли первое место, то бонусом получите фигурку штурмовой группы. К ним мы вернёмся чуть позже. Допустим, вы провели один бой. Теперь открываем мастерскую, кликаем на вкладку «Стратег» и распечатываем контейнер с материалами моделиста. Внутри лежат несколько материалов, а иногда и ценный подарок — уже готовая фигурка. Листки разведданных и штурмовые группы пускай копятся. Они понадобятся в самом конце. Далее переходим на карту. Кнопка так и называется. Тут всё просто. Вам нужно пробиться по пяти направлениям к главной полосе обороны, за которой хранятся призы. Смотрите, какие силы нужны для атаки сектора, затем собирайте нужные фигурки из материалов и нападайте. Так вы будете постепенно продвигаться к цели. Недостающие фигурки и некоторые другие редкие предметы также можно добыть на бирже, в случае чего она существенно ускорит процесс. Попасть на биржу можно прямо из окна карты. Тут, кстати, есть одна хитрость. Видите эти секторы, которые не укрыты туманом войны? Во время игры на карте вам будут попадаться пленённые врагом диверсионные группы. Эти фигурки нельзя собрать, но можно освободить из плена. Они умеют совершать диверсии на строениях, а те, в свою очередь, дают крайне полезные бонусы. Развеивают туман войны, обманом заставляют вражескую армию отступить из сектора или просто ускоряют все действия на карте. Так что не забывайте освобождать диверсантов, чтобы достичь наград ещё быстрее. На каждую атаку уходит некоторое время, но его можно прекрасно скоротать в следующем бою. А как захватите все секторы, откроется дорога дальше — на главную линию обороны. Чтобы взять последний рубеж, вам нужны только листки с разведданными. Собирайте их в единый план наступления и атакуйте. Это, опять же, займёт время, но здесь можно пустить в ход те самые фигурки штурмовых групп. Они ощутимо сокращают длительность финальной битвы. Ну а после штурма вы получите секретные документы, которые в этом же окне можно обменять на призовую технику. Для каждой машины потребуется определённое число документов. На ваш выбор — основной боевой танк «Меркова МК-3Д» в дереве США, советский истребитель-перехватчик «БИ» и два немца — фрегат «Любек» и бронеавтомобиль «ЗДКФЗ-251-10». Ну а чтобы заработать больше секретных документов и получить больше призов, карту можно пройти ещё раз, но теперь с весомым преимуществом — без тумана войны. Подробнее об условиях и сроках акции, как всегда, читайте на нашем сайте. А мы желаем вам успехов в погоне за уникальной акционной техникой. Редактор субтитров А.Семкин